Дорогие всечестные пастыри, дорогая паства, сегодня воскресный день, который следующий после дня всех святых от века Бога угодивших. Это уже после следующей воскресный день от дня Святой Троицы, от дня Пятидесятницы. И традиция, которая уже столетняя утвердилась на нашей земле, в том, что после дня рождения Церкви и после воспоминания тех людей, которые восприняли в полноте благодать Духа Святаго и жизнь свою, привели в соответствие с тем, что Бог ждет от людей, жив свято. Что через неделю после Дня Памяти Всех Святых свершается День Памяти Всех Святых, которые просеяли в нашей стране. Ну и что? Мало ли какие праздники свершаются, скажет какой-то человек. Почему мы должны как-то особенно почитать, особенно относиться к этому дню? У нас много всяких профессий, которых чуть не там не каждое воскресенье вспоминаются. У нас много выдающихся людей, которыми переполнены энциклопедией, и на самом деле, которые вложили существенный вклад в жизнь разных государств нашей страны. Почему особенно надо выделять святых? Тут много ответов на этот вопрос. Люди умные, люди образованные много могут совершить полезного для жизни людей здесь, на земле. Могут обустроить быт, могут придумать технологии, могут сделать жизнь удобной, комфортной, безбедной. Но никакие ученые, никакие профессии, профессионалы не могут сделать чего-то большего, что-то более высокого, что находится выше земли. Никакой ученый не может придумать ни теорию, ни технологию такую, чтобы человек смертный стал бессмертным, чтобы человек, обуреваемый страстями, страдающий от них, смог жить без них, смог стать свободным. И никто не может сделать так, чтобы человек смертный победил смерть, взошел к бессмертному Богу. Святые это смогли. И то, как они это сделали, может быть, немножко грубо будет сказать, что технологию того, как они это совершили, мы вспоминаем. Мы вспоминаем образ жития, мы вспоминаем жизненные пути. Тех людей, которые этими путями зашли на небеса, и делаем это для того, чтобы эти пути приоткрылись нам с вами. Что такое богатство нашей земли? Кто-то оценивает ее нефтью, газом, драгоценными металлами, которые изобильно рассыпаны чистой водой, лесами, какими-то расстояниями, просторами, местом для жизни, тем, что все это можно использовать. Но мы сегодня свидетельствуем о том, что настоящее сокровище нашей земли это люди, которые прожили свою жизнь свято. О которых нам стало известно и которым мы можем подражать. Вот эти люди являются настоящим сокровищем. На примере отношения к ценностям земным можно где-то уразуметь и правильное отношение к ценностям духовным, небесным. Вот у нас в нашей стране много богатств, недр. Уже я их упомянул. И углеводороды, и металлы, и камни, и прочее, прочее, прочее. Но так получается, что имея такие богатства, мы можем их, и как, к сожалению, в большинстве случаев этого и делаем, мы добываем их и вывозим в другие страны, туда, где могут из какой-то руды выделить кристаллы, а из этих кристаллов сделать какие-то микросхемы, компьютеры. Мы добываем нефть, а в других странах, другие люди из этой нефти могут делать нити, одежду, всякие изделия, посуду. Не прикладываем труда мы для того, чтобы то сокровище, недр, которые есть у нас, переработать и сделать из них что-то стоящее. Большей трагедией для нас сегодня является то, что, обладая колоссальным богатством святости, вот вчера за вечерней службой мы просто, согласно уставу, помянули по именам небольшую часть поименно опомянули святых русских, которые нам известны. Больше часа продолжалось это поминовение, но тот человек, который как-то находится в теме, он понимает, что оно могло продолжаться и два часа, и четыре, оно могло продолжаться до нынешнего момента, потому что только поименное перечисление святых, оно почти бесконечно, их очень много. А если вникать в жизнь, в житие одного, второго, третьего святого, то это может перевернуть нашу жизнь, это может изменить наше сознание, отношение к себе, к окружающему миру, к Богу, к человеку. Если только прикоснуться к этому сокровищу, и не просто его, знаете, как вот добыть, посмотреть и положить на полку книгу с житиями святых, проникнуть умом, сердцем, прикоснуться к тому, чем они жили, что для них было ценно, что они искали, что они нашли. А может, мне тоже есть возможность подобным образом поискать и найти, найти те ценности, к которым они устремлялись. И откроется, что действительно не перерабатываем, не усваиваем в уме, в сердце вот это богатство, это сокровище святости, которое на этой нашей земле святые люди приобрели, а другие люди сохранили и сделали доступным для нас. Вот в этот день всех святых в земле российской просиявших стоит поразмыслить о неосвоенном сокровище, о неузнанной технологии святости, которая для нас доступна, которая не сокрыта, которую для нас открыли, сохранили и готовы нам передать святые, которых сегодня мы вспоминаем, русские святые. Здесь есть и мученики, и князья, и преподобные с колоссальным духовным опытом. Тут есть и семейные люди, прожившие свою жизнь праведно, здесь есть и юродивые Христа ради. и юродивые антибиотazы. И чеснок не забывая, обновления, в мире, и юродивые и юродивые И юродивые